Погодка просто супер, эти как воробушки чирикают, солнышко светит, тепло, даже парни выходят со срота, кайф. Привет ребятки, привет мои хорошие, я до боли любимой своей шапочки, вот так вот могу даже делать бубенчиком, меня это нисколько не напрягает, ну если чё. А сейчас ребят, ну как уже в прошлом видео я успел заметить появилась небольшая проблема, которую надо решить и которому придется наверное посвятить часть сегодняшнего видео. Кто не видел прошлое видео, смотрите, опять эта цыганка проползла каким-то, каким-то как-то блин, в тот баз, в который она в принципе не должна была просачиваться, поэтому сейчас займемся, я бы не сказал, что даже ремонтом база, но легкой инкрустировкой, короче, преграждаем ей путь для дальнейшего просачивания и и и переводим ее в прежний баз, как по-другому, она тут не должна быть, просто это коза коричневая, ну как все знают, но если кто не знает, обижает вот эту старшую козочку, не дает ей кушать, может даже немного погонять, но попытаться побить, они все беременны и это совсем не нужно. Ну а с этой, с молоденькой, но это не сестры от разных коз, но вместе росли, они очень и очень дружат, поэтому вот это их общение не опасно, но переводить ее отсюда мы будем. Сейчас, ребят, покажу, сейчас покажу откуда она просочилась. Налез в баз сюда до Нюшки, там же, где жила и наша цыганка, и вот то характерное отверстие, ребят, которое тут как появилось, которое тут есть и которое мы сейчас залатаем. Вот бестия, бестия, это вечный бой у меня. Ну ничего, может родит успокоится. Посмотрим, ладно. Понимаю, ребят, что многие уже осуждают, ну как долго я буду бороться с вот этой системой, когда это закончится, потому что периодически видео мелькает вот это залатывание забора, но тратить на этот забор денежные средства принципиально не хочу и не буду, поэтому будем латать подручными средствами. Надеюсь, опа, надеюсь, ребят, победю эту систему, ну а нет, будем дальше бороться, 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 это как бы моя жизнь и вся жизнь борьба, весь смысл жизни в принципе в борьбе. Из-за этой гадости я ж не буду шлакоблоком, покупать на стоимость, ну утрированно, этой козы. Проще козу тогда поменять и взять сразу купить дойную. Опять летят. Орлы, куда вы вот лазите, нельзя туда ходить. Сколько раз можно говорить, вали отсюда, рыжая. И этот ещё, щегол мелкий. Боб, вот такие длинные, длинные, при длинные рейки, сейчас мы их прикрутим. Фух, на манер частокола. Надеюсь, ребят, этого будет достаточно. Там просто сетка была, она её порвала металлическая. Доски это как-никак уже посерьёзней. Два другана, два другана. Боба и Биболи. Блин, не могу найти саморезы, 45-й у меня были, в пакетике. Я крутил ими вот эту шину сшивал две рейки на заборе, последний раз помню. Ложил их в тарелочку для паяния кроликов из нержавейки. И куда-то эту тарелочку положил, как бы не оставил её там, у соседей на крыше сарая. Маловероятно, но... Но... Нет. Тут такого нет. Блин, всё оказалось проще, ребят, вот они. В пластиковом стаканчике. Оказывается, Ира просто переложила. Попробуй догадайся, что они там. Пока не спросил. Псец. Сердечко уже стремтяило. Волнение пошло, злость, негодование. Не еда. Еда будет позже. Гадость такая. Опа. Так. Вот теперь тут надо как-то замутить это чёрное дело. Надолго ли правда, но... Она вон доски эти крошиты, как бы гораздо толще были. Тут она уже не пройдёт. Вот. Эту с той стороны. Тут тоже опять расшатало. Вот так. Вот так. Чё смотришь? Лафа закончилась. Сейчас домой пойдёшь. Сейчас доделаю. Хороша дощечка, да длинновато. Да, Нюська? Хотя, если вот эту мы открутим, как раз ляжет. Убрали дощечку. Во! Чем длиннее, тем крепче. Больше точек фиксации, больше жёсткости. Постепенно срезы этой стены, ну, в будущем, будут изучать и думать, как она вообще нарастала, почему, как это вообще происходило. Тут доска, доска, потом ещё доска, и вот так оно всё. Смотрите, ребят, сколько слоёв. Ну, зато держится. Ну, во всяком случае, пока. Официально на свет вышел, ребят. Прокрутил всё, что можно было. Ну, то, что на моё усмотрение, как бы, могло бы способствовать прорыву тёмной козы и цыганки во вражеский или, наоборот, более дружелюбный для неё вольер. Сейчас сделаем небольшой отлов. Так сказать, водрузим её на место и продолжим наше маленькое видео. Это просто небольшая толика от всего видео будет. Ну, я так думаю. Опа. Иди, иди, иди. Ты, глянь, реакция, как у боксёра. Ты чё такая резкая? Резкая и дерзкая. Пушистая. Тихо, 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 тихо. Тихо. Попалась, да? Попалась, которая кусалась. Всё, домой идём к ней. Вот беременчатая, такая же безумная. Ну зачем так делать? Кажись, победил. Вопрос, надолго ли? Скорей всего, нет. Вон она уже. Бьется, как птаха, пытается куда-нибудь вылезть. Гадость такая. Не выйдет. Во всяком случае, пока. У Жорика вот тут обзорное окно. Видите, внизу сетка, ребят. И он там других собак видит и лает на них, зная о своей безнаказанности. Но они сюда не залезут. Они бывают прям плотно уходят и друг другу в лицо безудержно лают, на разрыв. Это просто невозможно. Жора, домой. Домой. Пошли, Жорик. Погнали. Погуляли и хватит. Ребят, сейчас, наверное, надо немного пояснить. Иришка пошла на процедуры косметические. Я остался один. И вот втайне от ней я хочу испечь хлеб. Хлеб испечь не по рецепту, предложенному с хлебопечкой. В хлебопечке буду печь. А по комментарию, который там девочка прислала, сказала, вот так по-любому получится хлеб. Единственный рецепт, ну полностью, как правильно сказать, полный, подробный, все там понятно. Единственное, что-то и я забыл спросить. И девочка, наверное, забыла написать. Девушка, не знаю, какую программу или какой программой выпекать этот хлеб. Ну, попробую на удачу. Просто поставлю какую-либо программу, которая покороче. И в добрый путь. Посмотрим, что из этого получится. Фишка в том, этого рецепта, ну я бы сказал, главное отличие. То, что в рецепте, который в хлебопечке, вода льется в первую очередь, а потом все ингредиенты. Тут как бы наоборот, все это переворачивается. То, что вверху вниз, а вода льется в последнюю очередь. Ну, сейчас попробуем. Или сильно опозорюсь перед дырочкой, ну типа сумничал. Или покажу, как надо было хлеб печь на самом деле, чтобы он получался вкусный, добротный, пушистый. Ну, все как положено. Песы будут помогать, особенно Жорик будет помогать. Жора, мы никуда не идем. В первую очередь нам понадобится ведро. Оп, до Жорик. Итак, ребят, сначала засыпаем в нашу пресловутую форму. Фух, две. Так как же их открыть, проклятие. Две чайные ложки дрожжей. Обычно это делается, но засыпается сверху. Но не это самое интересное. Рецепт я оставлю в описании, ну, постараюсь во всяком случае. Самое главное, что из этого получится и получится ли. Ну, так я набираю. Две ложки, одну уже всыпал. Засыпаю вторую. Окей. Так, 500 грамм муки. Ну, это мы сделаем с помощью весов. Оп. Теперь муку, ребятки, взвешиваем 500 грамм. Это мало. Значит, еще две кружки, ну, примерно. Ну, чуть больше, ребят, но, думаю, не критично. Оп. Так, что нам надо теперь? Полторы чайные ложки соли. Есть одна столовая ложка сахара. А, ни хера себе. И теперь полторы ложки столовых подсолнечного масла и 330 грамм воды. Единственное, ребят, у нас неудобно. Вот такая бутылка. Полторы ложки налить. Там мрак. Ну, сейчас будем пробовать. О, бля, сейчас как бухнет. Это много. Ну, там писали, можно даже две. Типа хуже не будет. Пускай полторы лучше. И 330 грамм воды. Я надеюсь, действительно 330 грамм воды. Ну, можно ж миллилитрах. Попробуем. 330 грамм воды. Это прям немало. Бля. Здесь надо, чтобы по феншую было. Пойдет. Фух. В принципе, теперь это все выливаем в наш тазик. Ну, я имел в виду форму. И ставим в хлебопечку. Надеюсь, я разберусь с программами. Уверенности нет, но... Так, меню. 1R, ШО1R, 2R. Ты мне покажи, сколько времени будет. Цвет корочки. С. Темная. С. 3С, короче, я что-то выбрал, ребят. Ну. Стоп. Не, не, не. Это много. Меню. 5. С. Вот, 2 часа пойдет. Я не знаю, что за программу выбрал. Одно радует. Одно радует, ребят, что она сразу стала мешать. Не париться. Я не знаю, что получится. Получится ли вообще. Заранее спасибо за вот этот комментарий, этот рецепт. Надеюсь, что-либо из этого получится. Я думаю, ну, это же как бы с благими намерениями в любом случае. А если что-то не получится, это все благодаря моим кривым ручкам. Ждем, ребятки, и показываем результат, ну, каков бы он ни был. Сейчас тут чуть марафет наведу. И ждем Иру. Кто-то удивится. Фу. Хотелось бы, чтобы быстрее хлеб испекся до ее прихода, чтобы, если что, можно было его втихаря выкинуть, и как будто бы ничего не было. Сейчас, ребят, надо молоко отнести, позвонили, ну, люди купить хотят. Иришки пока нет. Сейчас я быстро отнесу, ну, и покажу вам промежуточный этап. Вот фонарик включил, там света нет у нас в прихожей. Что там получается с хлебом? То-то она удивится, придет, она там хуй-хуй-хуй и пахнет. Ну, надеюсь, я приду быстрее. А там ничего не видно. Оно запотело, и булочка вот эта подымается. Прямо вспученная. Ну, в принципе, там просто тесто, комок теста, и вот как вот подходит. Ну, наверное, так должно быть. Самое интересное, это результат. Посмотрим, ребят. А сейчас отнесу молоко, я даже не знаю, тут литра-полтора есть ли, ну, сколько есть. Надо уже переходить на дойку через два дня, сейчас через день даю. А это через два дня надо уменьшать, уменьшать, запускать коз полностью. Что, Жоих? Что? Пропикал, пикал, да, пропикал хлеб, идем смотреть. Возможно, этого времени не хватит, я же самую короткую поставил. Ну, конечно, блин. А что теперь делать? Там он как бы и зажарился вроде, но как бы и не сильно. Как же его узнать, готов он или нет? Ну, просто корочка светлая, а там внутри он, возможно, ну, офигенный хлеб. Блин. Бока, он такие розовенькие уже, ну, как я вижу, вверх только не розовенький. Надо его чем-то проткнуть, посмотреть, мокрый внутри или нет. Сейчас. Сухо. Может, тогда и все достаем, ребят. Ну, что будет? Не хочу уже ждать, мне надо видео вмонтировать, Ира еще нет. Не дождемся ее реакции, но... Шорох хрустый, как проклятый. Так, а как его стоп? Как его выключать? Что вот это значит? Ше, аж. Короче. Ага. Ни хера. Блин. Я думал, это не греется ручка специальный там металл, материал, не знаю. Хер там. Вот такой хлеб получился. Ну, вроде как и готов. Чуть-чуть бы порумяний, но он даже не белый. И тут чуть-чуть румянец прослеживается. И было бы прям ничего. Хлеб как хлеб. Прям эдакой, не видали, не получилось, но нормальный, вкусный, хороший хлеб. То есть рецепт себя полностью оправдал. Единственное, я не понял, почему он не поднялся, как было написано, выше ведра. Может дрожжи, может дрожжи такие, может еще что-то. Огонь. Корочка. Сейчас чесночком натираем. И со сладким кофе. И со сладким-сладким кофе. Ну, а вам, ребятки, пока, добра, всего самого доброго, хорошего, подписывайтесь, оставайтесь с нами, вы самые лучшие. Мы вас любим, до встречи в новом видео, ребятки. Пока, хорошего дня. И Жоа уже ждет, да? Мойенький пирожок, он горячий хлеб. Жоа, не зятя, улыбайся просто, и все. Что я туплю, ребят? Что я туплю? Какое нафиг кофе? Ну, с горячим хлебом. Смотрите, что у меня есть. Котлетосы эти, ладно, но это кусочки мяса, прям в этом, в африке, как в яйце, когда в муке, в сухарях. Как-то называется по-умному, короче, вот так вот оно пожарено. Но это не то. Вот. Дозрела моя закваска с горячим хлебом. Что может быть лучше? Чтоб не было обмана, что я там попил с кофе, не буду я с кофе, я сейчас закваской хлебушка хряпну горячего. И будет мне счастье. Еще раз пока, ребятки, мы вас любим. Пока. И Жо вас тоже любит.